Добрый день друзья, вот с колена кто сейчас посылку получил, вон коробка лежит, вот прям на капоте вам разобрал, показываю. Получил в сборе редуктор, прям в сборе, новенький, вообще нулевый, нигде еще не стоял, только собранный. И предоставили мне в сборе производственную компанию AVT Avantgarde Technology, которая находится в Тольятти, но все ссылочки я вам оставлю в описании, переходите, смотрите. Итак, мне ребята обещали сделать эксклюзивную блокировку, вот, но пришел, разобрал, смотрю, стоит стандартная винтовая, червячная, написал ее, что да как, они говорят, Виталий говорит, как бы заказов очень-очень много, не успеваем и запчастей как бы на эксклюзивную не хватило, поэтому на 10 килограмм максимальное, что что они делают, вот, установили корпус, они покупают, как я понял, у АвтоВАЗа, ну то есть не какой-то кооперативный, а оригинальный, сразу попросил, чтобы мне гайку посадили на избовой герметик, да, вот, но так вроде собрано, нормально, тепловой зазор, я посмотрел, сейчас неудобно показывать, но есть тепловой зазор, надеюсь, что отрегулирован правильно, во-первых, это производилась регулировка уже непосредственно у производителя АВТ, хотел вам показать, но не получается, там вот подшипники, смотрю, смазано, смазка, все как бы нормально, вот, вот эта штука примерно стоит от 20 до 25 тысяч рублей, вот, можете пройти к ним, на сайт страничка у них есть, также оставлю внизу в описании, перейдите, там на любой автомобиль, от нашего классического АвтоВАЗа до Субару, не знаю, там, Land Cruiser, то есть на любой автомобиль они делают вот эти блокировки, так все получилось, что вчера буквально сижу, сообщение приходит на WhatsApp, пишет человек с Брянской, подписчик говорит, Виталий говорит, вот, заказал ВВТ сателлитный дифференциал в раздатку, что-то говорит, уже две недели, никак мне не отправят, что-то все обещают, обещают, можете как-то с ними связаться, помочь, вот, с генеральным связался, ну, и с ребятами, кто занимается, говорю, так и так, что там у вас проблемы, какие-то косяки, что ли, говорю, или металла нету, они мне объяснили, ну, и сразу вам хочу сказать то, что, говорит, очень много заказов, говорит, просто, говорит, мы, говорит, не успеваем, поэтому, если будете заказывать, знайте, что есть очередь, то есть на неделю-две, возможно, три недели, пока вам все это отправят или доставят, в связи, что большой спрос, так что, знайте, ну, ребята стараются, по крайней мере, еще никому не отказали, всем все высылают, ну, что, сейчас поеду ставить сервис, почему, хочу сказать опять сервис, вот, многие мне пишите, Виталий, что ты со мне делаешь, руки в жопе, туда-сюда, терым-терым, у меня нет столько времени, вот, нету столько времени, это, если самостоятельно мне это делать, мне нужно найти яму, гараж у меня есть, но ямы нет у меня, и сколько мне времени это нужно сделать, вопрос цены, у официального дилера заменить полторы тысячи рублей, понимаете, было бы у меня столько времени, и если бы я, например, не работал, и если бы я, например, чисто вот только этим и занимался, что там, разбирал, собирал, туда, почему бы нет, это и можно было бы сделать, но, к сожалению, времени нет, поэтому ерундой не занимайтесь, если у вас есть много времени, тогда, пожалуйста, как говорится, развлекайтесь, на это очень надо много, много времени, поэтому сейчас поеду, установлю, старый сниму, полностью разберем, сделаем дефектовку, разберем дифферсал повышенного трения, сколько, 30 тысяч на нем проехал, посмотрим, что там с ним, как с эти червяки себе поживают, стерлись они, не стерлись, в конце концов, наверное, установлю максимальный преднатяг, шайбы преднатяг у меня есть, установлю максимально, ну и, возможно, разыграю, наверное, пишите, стоит, разыграть мне его не стоит, дифференциал повышенного трения, который у меня стоял, я на нем проехал 30 тысяч, работает, нареканий никакого нету, ну и ребята говорят, что 250 тысяч, типа, без проблем, на нем можно проехать, ну и все на этом, пишите в комментариях, стоит мне разыграть тот, который у меня стоит, вот, или не стоит, все, погнала менять его. Крутили нижнюю пробку, очень крупная стружка, очень крупная стружка, вот мы вытерли, но это, я думаю, из-за того, что хара-квастовик был отсроченный, все-таки главная пара терлась при нагрузке, ну, сейчас разберем, посмотрим. Напомню, полуосень у меня стоят усиленные, разгруженные, тоже от производителя АВТ, вот таким образом они выглядят. Сразу решил заменить тормозные задние колодки, во-первых, ручник уже потянулся, ну и здесь вот они тоньше, вот купил новые, тысячи рублей, у официалов, они, якобы заводские, а можно, в принципе, сравнить, да, вот заводские, ну как машина покупалась, но не знаю, говорят, заводские, якобы завод поставляет, так что меняю сразу заодно задние колодки, пробег 33 тысячи, песок, в основном, что по катушке, и они стираются, конечно, быстрее. С внутренней стороны есть износ, но не критичный, нормально. С заднего редуктора слил масло в канистру, в канистру бросил неодимый магнит, вот смотрите, он даже, видите, как держит канистру, сейчас всю крошку мелкую, металлическую, на магнит, на лишних, и масло, в принципе, будет чистым, просто мне долить надо, так как масло я заливал буквально недавно, сюда. Визуально смотрим, мост гнутый, не гнутый. Визуально, вроде, мост ровный. Дельмитрий сидит. Все, 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 оторвался. Итак, сняли мы родной редуктор, заводской, но с дифференциалом повышенного трения АТВТ. Также, как видите, винтовой. Сейчас посмотрим. Главная пара, он мне, как я говорил, гайка хвостовика открутилась, и он у меня загудел. Ну, видно, что блестят, видите? И стружка из-за этого. Там не видно, конечно, посмотреть. А, вот. Вот. Его разбираем, дефектуем. Дифференциал тоже я разберу. Посмотрим, сателлит, в каком состоянии. Установим шайбы, сделаем преднатяг примерно килограмм десять. И, как говорил, возможно, я его разыграю. Пишите, пишите комментарии, стоит или не стоит все это делать. Итак, сейчас это вот самый новый редуктор с дифференциалом повышенного трения АТВТ. 10 килограмм при натяге. Сейчас герметиком намажем. Мы там гайки открутили, от герметика кое-как оторвали. Вот. Установим и назад все, в последовательности все соберем. В принципе, полуоси вышли, все нормально тоже. Чулок негнутый, нормальный, ровный. Все вроде живое. У лося тоже АВТовские, АВТ. Вон, смазочка там все есть. Подшипники. То есть вот это пляник снимается. Там гайка снизу откручивается и он снимается. И подшипники можно поменять по месту. То есть тоже у производителя АВТ вот это все полуоси продаются. Заходите, смотрите к ним. АВТОММЕНТЫ АВТОММЕНТЫ Давай посмотрим. Все, 22 шлица сошлось. Вроде залезутся. Итого, прошло времени примерно час-час двадцать. На подъемнике с инструментом за час времени, в принципе, уложились. Сейчас нужно... Установим новые тормоза сюда установим. Потому что с одной стороны почему-то подтержится сильнее. Вот. Цена этого вопроса 1200 рублей. И что вы мне хотите сказать, что я должен сам это все был делать? На весь день. Вот гайки новые надо. Пошел в магазин. Купил сразу гайки новые. Надо колодки. Пошел сразу купил новые колодки. Есть разница. Или в гараже я бы возился. Как многие пишут. Я про это все говорю. Масло залью старое. Но я на нем, говорю, проехал мало. В канистру бросил неодимовый магнит. Сейчас всю металлическую стружку он соберет и зальем. И потом там, не знаю, какое-то время солью, посмотрю, стружка есть, нет. Вот так вот. Час двадцать. Тысяча двести рублей. У официального дилера. Легко и просто. Ну, как говорится, в путь дорогу. Пока машина на подъеме. Давайте вам покажу, что у меня за 33 тысячи здесь произошло. В принципе, по передку. Так. Все пыльники на месте. Здесь под пружину, вот видите, я подкладывал. Видео есть. Три сантиметра увеличивал. Вот. Износа никакого нет, как многие писали. Типа угол наклона гранат и прочее. Ремешок. 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 Пока нормально. Помните, когда протягивали, говорили, что все неправильно, что все вылезет. Вот уже пять тысяч проездил. Все на месте. Так. Ну, тут запотело. В среднем-то все нормально. Здесь тоже все нормально. Вот этот, конечно, потрескался уже, видно. Здесь пыльники, проект пыльник, по-моему, находили какую-то дырочку. Сейчас не видно. Хотел заменить, но не стал. В редукторе самоблок АВТ стоит и подшипники от ТОЯ. И уже все будет. Не знаю. Или подшипники говно полное. Или такая конструкция. Непонятно, конечно. Так. Что там у нас? Здесь тоже никаких потеков нет. Все здесь нормально. Так. Кардан, подушки там. Все в среднем целое. Вот на Ниве по воде ездить. Вот мы по реке Белой катались. Вот смотрите, сколько отверстий. Все это идет. Сразу вода поступает и пошла куда? На коврики. В салон мокрый. На ней, наверное, даже, наверное, не знаю, как ездить по воде. Я проехал по реке Белой, коврики все мокрые. Вот что. Все дырявое. Не в том смысле, что дырявое, а в специальные отверстия. И через них попадает все в салон. Ну, вот такие дела. Магнит вытаскиваю. И что у нас тут на магнит? Ну, в принципе, это чисто. Вот таким образом можно стружку собрать. Хотя нет, смотрите, мелкая стружка. Вон она есть. То есть все-таки магнит с масла собрал всю стружку. Вот так вот. Раз и все. Интересно, да? Вон она, кружка. Видите? Ну, вот смотрите, обработка, редуктор заднего моста. 1177 рублей. И на хрена я буду сам это все делать? Полтора часа работы. Все быстро. Магазин рядом. Все, что надо, купил. И за эти деньги, чтоб я сам возился. Извиняйте, извиняйте, конечно. Так что в некоторых случаях у официального дилера даже выгодно что-либо, какие-либо работы производить. Сам механизм замены я вам показал. У официального дилера в принципе недорого и быстро. Приехал где-то я пол шестого. Время сейчас ровно семь. Ровно полтора часа. И все стоит на месте. Магазин рядом. Никаких проблем нету. Поэтому тот редуктор разберу. Посмотрим, есть ли износ. Я думаю, это будет в следующем видео. Будет ли износ. Поменяем втулку распорную. Разберу, наверное, самоблок полностью. Посмотрим его состояние. Вот. Ну и все. На этом видео заканчиваю. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок